В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли машины директора управляющей компании и ее мужа. В результате преднамеренных действий злоумышленников сгорели два кроссовера «Шкода Кодиак» и еще один автомобиль «Грейт Волл Ховер», стоявший рядом с подожженными, серьезно пострадал. Криминальный инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник у подъезда дома номер 27 по улице Выиской и попал на съемки видеокамеры домофона. Около двух часов ночи в кадре появились люди с закрытыми лицами, которые целенаправленно стали обливать припаркованные машины легковоспламеняющейся жидкостью. Сумки с бутылями у них стояли где-то возле стены дома, так что поджигателям приходилось периодически бегать за добавкой, возвращаться и вновь лить бензин под капот, в колесные арки, а также под днище автомобиля. Использовав всю заготовленную жидкость, они подожгли машины и разбежались. Пожарных вызвали соседи. К тушению были привлечены две единицы техники и четыре человека личного состава. К сожалению, спасти автомобиль не удалось. Кроме того, пламя серьезно повредило заднюю часть еще одного китайского кроссовера, стоявшего в непосредственной близости от сгоревших. Хозяйка автомобилей Ольга Иванкова и ее супруг написали заявление в полицию по факту злонамеренного уничтожения их имущества. Иванкова известна как директор управляющей компании «ЖЕО-1», «И именно со своей работой она связывает это происшествие». Цитата. «Я директор управляющей компании, которая существует с 2010 года. Мы долго не брали новые дома, работали со своим жилым фондом. С прошлого года к нам начали переходить дома от управляющей компании «Тепло-НТ», и их руководство было этим недовольно. «Я пошла навстречу. Встретилась с их директором, чтобы вернуть эти дома. А сегодня в 2 часа ночи на стоянке возле подъезда дома по улице Выиской полностью сгорели два автомобиля «Шкода Кодиак» — мой и мужа», — заявила Иванкова. Со своей стороны директор управляющей компании «Тепло-НТ» Андрей Мщаков на вопрос корреспондента информагентства «Урару» ответил, что впервые услышал информацию о поджоге автомобилей от журналистов. И, конечно же, к случившемуся никакого отношения не имеет. Расследованием этого преступления занялись сыщики 16-го отдела полиции Нижнего Тагила. Личный контроль за этой работой взял на себя начальник управления МВД города полковник Абдулкадыров.